Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. Мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, заместитель главы города Якутска Георгий Михайлов. Георгий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Рады приветствовать вас в нашей студии. В округах и пригородах Якутска уже начались отчеты администрации перед населением. Какие особенности проведения отчетов в этом году? Что-то изменилось? Отчеты у нас традиционные мероприятия, которые проводятся в окружной администрации. И ничего такого нового мы не делаем. Отчеты обычно у нас начинаются сразу после новогодних праздников. И вчера вот прошел первый отчет на территории СССР. И в течение этой недели во всех 15 административных территориях городского округа города Якутск будут проведены отчеты. Итоговая будет 17-го перед депутатами Якутской городской думы. Традиционно мы делаем отчет на двух языках. На русском и на якутском. Это в преддверии отчетов правительства Республики Сахай-Якутия, которые тоже будут проведены в первом квартале на территории города Якутска. Насколько вообще население участвует в форме такого общения с властью? Какие традиционные вопросы задаются? Меняется ли тематика их из года в год? В отчетах население активно принимает участие. В среднем за 15 административных территориях за один год принимает отчеты около 2000 человек. Задаются в среднем около 500 вопросов. По итогам каждого отчета составляются протоколы. И ставятся на контроль для того, чтобы мы, окружная администрация, структурные подразделения окружной администрации, их учитывали в своих планах. И ответили на насущные проблемы, которые ставят перед нами жители. Конечно, тематика из года в год меняется. Население очень быстро реагирует на изменения. Грубо говоря, в последние годы в связи с тем, что в федеральном центре и правительственной республике Саха-Якутия проводится активная работа по переселению из аварийного ветхого жилья. Очень многие населения ставят вопросы именно по срокам переселения, по механизмам переселения. По вообще, как туда войти, как записаться. Ну и, конечно, вопросов очень много в части строительства дорог. В первые годы, в 2012 году, когда мы впервые читывались под руководством Асиана Сергеевича, конечно, вопросов были в основном ЖКХ. Но их каждым годом становится все меньше. И вопросов сейчас насущных становится больше в части обеспечения общеобразовательными учреждениями, спортивными, культурными объектами на территории определенной аниверситетической территории. Вчера какие вопросы уже задавались? Вчера вопросы задавали в основном по строительству уличной дорожной сети на территории Северского округа. По строительству спортивного и культурного комплекса на территории Северского округа предложили сделать территорию Северского округа территорией приезжающего развития. Значит, это все закрыть забором. Ну и сделать налоговые преференции для именно предпринимателей, которые работают на территории данной управы. Ну и, конечно, много было вопросов по традиционным, много было вопросов по работе автобусов и по изменению маршрута и обустройству остановок на территории данной управы. Ну вот как раз таки об этом мы сегодня не будем и говорить. Раз уже затронули тему переселения из ветхого аварийного жилья, которое было признано до 1 января 2012 года, Якутск успешно, самое главное, в срок справился с этой программой. И вот каковы цифры, и уже известно, что программа с 2019 года продолжится. Да, конечно. До 1 сентября мы одними из первых городов на территории Дальнего Востока закрыли данную программу. Это аварийные дома, которые были признаны до 1 января 2012 года. Успешно справились с данной задачей. И очень много населения было переселено. Было построено около 40 многоквартирных домов. И, конечно, люди... Конечно, были много вопросов в части района переселения или изменения способа предоставления жилья. Но, думаю, что все такие очень серьезные вопросы мы нашли консенсус с жителями города Якутска. Конечно, благодаря и тому, что население пошло нам навстречу, была успешно выполнена эта задача. И с 2019 года, с 1 января, данная программа будет продолжена. Сейчас разрабатывается механизм в федеральном центре. И, конечно, Егор Афанасьевич Борисов, наш президент республики, он сказал, что именно 2018 год мы попытаемся, исходя из своих возможностей, тоже на региональном субъектовом уровне, эту работу продолжить. И, конечно, муниципалитет будет принимать активное участие именно в проведении данной работы. Конечно, это один из наболевших вопросов по строительству жилья на территории города Якутска. Мы занимаем ледюрющее положение. Даже гости, которые к нам приезжают из Центральной России, они удивляются, что достаточно много кранов стоит у нас. Они говорят, что это признак того, что город живет, развивается. И думаю, что те темпы, которые набраны именно строителями города Якутска по строительству жилья, в этом году по предварительным данным у нас будет введено 310 тысяч квадратных метров жилья. Это очень хороший показатель по нашему городу. Но вот эти быстрые темпы никак не сказываются на качестве жилья в худшую сторону? Нет, используются современные технологии, которые соответствуют всем требованиям ГОСТам, Санкину. И думаю, что при надлежащей эксплуатации именно вот этого дома, в которых именно применяются новые современные технологии, эксплуатация должна проходить очень хорошо и долгое время. Георгий Николаевич, сложно не согласиться с тем, что рождаемость в нашей столице продолжает расти. Об этом свидетельствуют цифры, статистики. В декабре, в середине декабря родился 6-тысячный ребенок. И вот как решаются вопросы как раз-таки с обеспечением детскими садами, школами? Да, здесь у нас по сравнению с прошлым годом, если в прошлом году было новых жителей нашего города, маленьких, больше 5-ти тысяч, то в этом году уже перевалили за 6-тысяч, 6-тысяч, ну где-то ориентировочно 200, сейчас окончательные цифры подбиваются. Конечно, вопрос обеспечения детскими садами и общеобразовательными учреждениями становится на первый план. У нас, конечно, большой крупный проект по строительству на основе государственного частного партнерства общеобразовательных учреждений, он стартовал. В 2018 году основная часть школ, это 202-м микрорайоне, детские садики, Ивушка, Сырдахи, они будут завершены. И, конечно, с 2019 года основной упор будет производиться именно на строительство новых школ. В планах есть строительство школ вместимостью тысяч мест, конечно, это очень большая работа. Думаю, что мы должны справиться, тем более, что президент нашей страны поставил четкие задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях. Нельзя, конечно, затронуть вопрос тарифа образования в пассажирских перевозках. И вот в декабре глава столицы с журналистом заявил, что за наличный расчет цена в общественном транспорте повысится, должна, по крайней мере, до 30 рублей. Уже есть какие-то официальные решения по данному вопросу? По данному вопросу официальных решений пока окружная администрация не принимала. Если будет принято такое решение, то оно будет принято со второго полугодия. Об этом вчера как раз глава города Василий Сергеевич заявил на встрече с жителями Сайсарского округа. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы уйти от наличного расчета. Где есть наличный расчет, там подразумевается, есть сферы и схемы для того, чтобы как-то не по-правильному использовать данные деньги. А по безналичному расчету все вопросы снимаются и все становится очень прозрачным. И поэтому мы, окружная администрация, ставим перед собой задачи, чтобы все было прозрачно. И как раз переходим на безналичный расчет. По безналичному расчету, как тарифы были, 16 рублей, так и останется. Это однозначно останется. Это однозначно останется. А вот за безналичные, конечно, есть предпосылки и увлечения. Это как раз, я говорю, делается для того, чтобы уйти от безналичного расчета. Кроме этого, вводятся новые способы оплаты. Если сейчас только можно оплачивать транспортной картой, то в последующем можно будет оплачивать с помощью любой банковской карты, которая находится у жителя города Якутска. Ну и кроме этого, можно использовать новые современные технологии. Если карточка привязана к смартфону, можно оплачивать уже с помощью своего смартфона. И при этом тарифы на оплату, они будут не 30 рублей, а в соответствии с теми, ну гораздо дешевле будет, чем по безналичному расчету. Но самим гражданам никуда не нужно будет обращаться для того, чтобы там, может быть, установить какую-то дополнительную прошивку на свой смартфон, на карту? Нет, сейчас к современной технологии хорошо, что шагнули далеко вперед. И в принципе, вот мы дойдем до того, что будем пользоваться уже такими, уже без каких-то вопросов, думаю, что все пройдет нормально. Георгий Николаевич, ну если коротко, какие задачи стоят перед властями города в 2018 году? Что в первую очередь, конечно, нужно будет затронуть и решить? Ну, в 2018 году, конечно, основная задача – это работа над народной программой главы города Сергеевича Николаева, народная программа главы города, которая разделена на пять направлений. Это агропоезд города Якутска, это новые школы столицы, город без пыли, волокиты нет. И вопросы по всем этим направлениям будут создаваться рабочие группы, проектные группы. И мы будем работать для того, чтобы решить такие достаточно серьезные вопросы, которые стоят перед окружной администрацией. И основной приоритет, конечно, будет направлен для того, чтобы решить вопрос по строительству новых школ. Эта задача очень сложная и глобальная. Ну и, конечно, со счетов мы не снимаем вопросы по строительству уличной дорожной сети и по строительству нового жилья для переселения из ветхого вовременного жилья. Ну, то есть, как ни крути, все равно мы вокруг вот этих основных вопросов, которые мы с вами озвучили, они все равно, тем не менее, входят в эту же программу. Это и дети, это и переселение, получается, таковы основные вопросы, которые необходимо будет решить. Да, конечно, да, потому что и вот отчеты как раз и показывают, что они наиболее насущные для жизни нашего города. Георгий Николаевич, большое спасибо, что посетили нас. Разговор был действительно интересный. Я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был заместитель главы города Якутска Георгий Михайлов. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех последних событий. Удачного вам дня. Редактор субтитров А.Семкин